Всем огромный-огромный привет! Сегодня я хочу рассказать вам о сумке, которую я собирала в роддом. И вообще-то я хотела снять это видео еще будучи беременной, но так получилось, что я попала в роддом до родов, и у меня было время проверить, насколько же хорошо я собрала свою сумку. И могу сказать, что я собрала ее идеально. По крайней мере, это касается той сумки, которая требуется в роддом номер 5 города Ростова-на-Дону, потому что требования того, что нужно или не нужно брать в роддом, в разных роддомах отличаются. Но основные вещи будут полезны всем беременяжкам, и если это видео вам интересно, то оставайтесь со мной. Во всех роддомах требуется моющаяся сумка, и большинство девушек ездят туда с пакетами. Мне этого делать не хотелось, и будучи в Икеа, мне показалось, что сумка, которую я увидела, моющаяся и подходит. И как бы взяла ее, думаю, ну разрешат, не разрешат, не разрешили, мою сумку похвалили, и ссылочку на нее я оставлю внизу в инфобоксике. Список того, что необходимо брать с собой в роддом, у меня до сих пор остался в телефоне, так что я буду смотреть и комментировать. В первую очередь, что нужно не забыть, это, конечно же, документы. По две копии паспорта медицинского полиса и СНИЛС. А также, если вы ложитесь в патологию беременности, то желательно взять с собой результаты предыдущих УЗИ. Далее я расскажу вам о косметичке. У меня это дорожная косметичка с кучей отделений, в которую поместились все уходовые средства для мамы и малыша. Первое, что мы возьмем с собой в роддом, это крем для груди. Я заказывала крем на iHerb, я вам его покажу, который не требует смывания перед кормлением. Это очень важно, потому что смывая крем, мы сушаем область кожи вокруг съедаемого места, и поэтому там возникают трещинки и различные неприятные истории. Так как я груди уже не кормлю, он меня до сих пор спасает, когда сухие губы, сухие руки, его можно использовать вообще по разным назначениям, и мне он очень нравится. Второе, это средство для купания малышей. Я также его заказывала на iHerb, и все ссылочки я оставлю внизу. Я купила пробную версию, там есть такая услуга, то есть она там стоит 7 рублей, если вы заказываете ее в первый раз, и можете попробовать. Полноразмерную версию я не заказывала, потому что я больше ничего не заказывала с iHerb, но тем не менее средство очень хорошее, ну и если буду что-то заказывать, то закажу ее. Полноразмерная версия стоит около 500 рублей. Далее, что вам очень понадобится в роддоме, это крем под подгузник для малыша. И в роддоме я покупала крем фирмы Violeta, потому что у малышей, новорожденных, очень чувствительная кожа, и я покупала максимально действующий крем под подгузник. Когда он закончился, я стала покупать крем от Bubchen, и я им вполне довольна, очень хороший крем. И когда я ходила беременна, я совершенно не ходила по магазинам, потому что у нас в Ростове свирепствовал страшный гриб. А сейчас я как бы хожу в магазины, и вот у нас есть сеть магазинов «Мое солнышко», и не только в них продают пробники, как дорожные версии, геликов для мытья попы и тельца малыша, кремы под подгузники в очень маленьких дорожных вариантах. Я себе купила, и он у меня в сумке лежит на случай, если вдруг мы куда-то поедем, и не нужно тащить с собой большие объемы. Пятым пунктом в моих заметках идут влажные салфетки для малыша. Я не буду это комментировать, я бы не назвала это средство первой необходимости, но тем не менее они не помешают, мало ли что. Мыло в мыльнице. Это требование роддома номер 5. Я его брала с собой, но на самом деле не пользовалась, а пользовалась жидким мылом. Шестым пунктом у меня идет зубная паста и зубная щетка, без комментариев. Сухой шампунь, он вам может пригодиться, может не пригодиться, а мне пригодился очень. Бипантен. Бипантен это мазь, я думаю всем известная, при любых повреждениях кожи, как у мамы, так и у малыша, при каких-то опрелостях. Если вдруг что не так, бипантен всегда поможет. Мицеллярная вода для смывания косметики. Да, я пользовалась косметикой в роддоме, кратилась, чтобы врачи не видели меня страшненькой. Далее, десятым пунктом у меня идет прям через запятую. Гель для умывания, тоник для лица, крем для лица, гель для душа, шампунь. Я как бы не заморачивалась, особенно с фирмами, я просто брала пробники, дорожные какие-то варианты, которые у меня были, и кидала в косметичку, потому что сумка и так получается просто огромной. Также я брала с собой крем для лица с кислотами. У меня это крем от Альцина с ахокислотами. Я им очень довольна. Я знала, что мне предстоит операция, а у меня это, к сожалению, уже не первая операция в жизни. И всегда после всех этих анестезий, других каких-то препаратов, в общем, после оперативного вмешательства, у меня высыпает лицо. Я его брала на случай, на случай я знала, что меня высыпет, и мне придется им пользоваться. Да, меня высыпало. Я не могу сказать, что крем с кислотами предотвратил высыпание. Но тем не менее, он помог бороться с уже существующими высыпаниями на лице. Далее, дезодорант тоже без комментариев. И далее у меня огромный список того, что не относятся к косметичке, а просто лежала в сумке в разных пакетиках памперсы. Я советую брать в роддом маленькую упаковку памперсов, такие продают, но я не успела. Как бы не было в том магазине, куда ходил муж, маленькой упаковки. Он купил большую, и я взяла с собой 20 штук в пакетики из Икеа, упаковала их. 20 штук не хватило, потом еще муж подвозил 20. В общем, где-то 30-40 памперсов уходит на 5 дней пребывания в роддоме. Рулон туалетной бумаги, прокладки. Также я покупала послеоперационные трусы. Я не могу сказать, что это сверх необходимая вещь, но тем не менее, вполне удобно. Они из сеточки, бесшовные. Они нигде не давят, то есть они тянутся на любой размер. После операции, на самом деле, очень удобно. Это их как бы поносил и выкинул. Одноразовые пеленки, 20 штук. 20 штук это просто вот такая вот огромная упаковка. И кажется, боже мой, ну куда же их столько? 20 штук. Правда. Также нужно взять с собой полотенчики для рук и для тела своего. Халат, резиновые тапочки. Это обязательное требование, чтобы они мылись. Здесь ночная рубашка и постельное белье. В самом родильном отделении, вот отделении мать и дитя, вообще там как бы запрещено стелить свое постельное. Но там в пятом роддоме стелят бумажные такие постельные. И ты как бы в нарушение требований стелишь свое, и никто тебе ничего не говорит. Вот. Прокладки для груди, потому что когда у вас прибудет молочко, все будет в молоке. Также должно быть два сменных бюстгальтера для кормления. Влажная туалетная бумага. Это, если кто не знает, такие влажные салфетки, они прям продаются в упаковке, как влажные салфетки, только написано влажная туалетная бумага. Их можно снимать в унитаз, они не раздражают эту интимную область. И вот действительно давно нужно было ее изобрести. Потому что это очень удобно, особенно когда ты находишься в больнице, где нет такой прям очень хорошей возможности принять душ. Не забудьте взять с собой зарядку для телефона. Кружка, ложка, вилка. И также независимо от того, какой вид родоразрешения вам предстоит, возьмите с собой что-нибудь перекусить. Я в операционную тащила с собой сушки. Ну, так вот, получая руку на сердце, вам будет очень хотеться есть. И если вам предстоят естественные роды, вам после родов сразу можно будет есть. Если вам предстоит кесарево сечение, то тут мнения разнятся. Причем в одном роддоме у разных врачей разнятся мнения. Одни говорят, вам нельзя есть сутки. Другие говорят, вам можно есть на следующие сутки, только бульончики. Как бы сушки не разрешают. Разрешают сухарики, кефир и, по-моему, там бульончики, что ли. Ну, я не понимаю разницы между сухариками и сушками. Честно говоря, если можно сухарики, почему нельзя сушки. А сухарики я не люблю. В общем, я ела сушки как не в себя. И далее вам понадобятся пакеты для мусора. Тоже не могу сказать, что это сверх необходимая вещь. Но взять их с собой не трудно. И, может быть, они вам пригодятся. Мне пригодились. На этом вроде бы все. Про декоративную косметику я здесь рассказывать не буду. Да, у меня еще была с собой косметичка. Декоративные косметики. В которой были духи. Да, я брала с собой духи в роддом. Вот такой вот человек. Также фен и расческа вот я с собой не брала. С расчетом на то, что если мне понадобится, муж мне подвезет. На этом я, пожалуй, закончу. И список тех продуктов, которые я надиктовала, я, наверное, оставлю в инфобоксе для удобства использования. Поэтому на этом, как уже сказала, закончу. Всех люблю, всех обожаю. Если это видео было вам полезным, то ставьте лайк, подписывайтесь. Ну что, я профессору рассказала вообще? Знаешь, по-моему, пошел дождь. Да. А я думаю, что у меня голова болит?